На исцеление на ночь, на Пасху от опухоли, к хозяину больниц. На синий алтарь или синюю свечу прокрашенную. Если нет синего алтаря, то ложим на золотой. И добавить чайки, упаковки, пустые от лекарств, кладыши к лекарствам. Сказать. Хозяин всех больниц, Пасху помоги мне. И продолжаем. Мою боль заглуши. От опухоли исцели. Все чужеродное из меня забери. Прошу тебя и заклинаю. И рассказать, что у вас болит диагноз. Доброкачественные опухоли тоже лечат. Все завернуть в чеки. Вкладыши или подарочную бумагу. Сжечь или закопать на перекрестке. Или бросить в кладбищенский мусорник. Если опухоль реальная, то фемиам хороший тут обязателен. Лучше тут ладан, чтобы дымил долго. Или отнесите букет на кладбище. Цветы с выраженным запахом. Фемиам за исцеление хозяину больниц. Станет постепенно легче. Опухоли очень быстро не сходят. Правда, если там уже такие опасные. Там другие, конечно, нужны ритуалы. Вот тоже индивидуально. А если так, вот мастопатии очень хорошо на БАА ритуал сводят. Можете посмотреть плейлист «Магическая медицина». Видите, черная БАА. Очень хорошо. На дереве повязано. Очень хороший ритуал. Вообще они сходят, но это не быстро. Они перестают болеть, они перестают мучить. Могут вообще исчезнуть. Ну, в зависимости от стадии и что у вас. Если вы делаете профилактически, можете сделать так. Вкладыши не от опухоли лекарств. Просто это как откуп. Но если у вас такое уже реальное, но лучше всегда использовать фемиам. Ставьте ладан. Если тут он указан. Это проходит, это помогает, но это не мгновенно. При мгновенном, конечно, нужно там другое уже. Но поддерживающее делать его регулярно. Это из серии таких бесплатных ритуалов. Я думаю, вообще стоят. Даже можно делать, если у вас нет никаких опухолей, но как бы наперед, чтобы их и не было. Это тоже очень годится. Потому что мы не знаем, что там может быть у нас. Никогда. Фемиам за исцеление хозяину больниц Прыск. 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 Эти.